всем привет вы на канале крипто комманс и да ребятушки to the moon бывает вот такой вот to the moon и что тут с этим сделаешь да в принципе ничего разве что ограничишь свои риски собственно к чему я вас обычно и призываю плюс тут еще под насрал конечно центробанк российской федерации насколько вы знаете доклад о криптовалютах уже только ленивый об этом не говорил поэтому я даже не знаю что тут сказать но пару слов конечно комент ну наверное по ситуации в общем вот такая вот мадам или мадмуазель не знаю как правильную данилова елизавета олеговна абсолютно некомпетентная вопросе гнала часовую ахинею на тему того что они хотят защитить нас от рисков связанных с инвестициями в криптовалюты и так далее но на самом деле знаете что закон еще не принят это просто доклад поэтому я думаю что вообще ничего страшного в этом нету разве что сейчас массово все начнут текать бинанса и в этом тоже ничего плохого нету ребята знаете я вам тоже постоянно говорю что выводите профит если они есть на холодные кошелечки торгуйте только на маленький объем отскок в плюс последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен поэтому давайте смотреть что здесь происходит наверное многих интересует что с моими вчерашними лангами конечно их бы смыло если бы я ничего не предпринял вот они все как вы видите открытые в большом минусе сейчас но это дело времени потому что если вы приблизитесь и посмотрите то тут буквально вот такая вот 5 миллиметровая разница между точкой входа и актуальной ценой при этом потенциал для роста отличный поэтому я все еще настроен оптимистично и буду их держать мне пришлось распродать конечно битдау который кстати держится лучше других монет несмотря на то что я нахожусь в нем в лонге вот что такое трейдинг блин спекуляция я лангую битдау по хреновой цене входа как мы видим при этом распродаю на споте битдау чтобы перекрыть маржу докупая биток и эфирчик вот не повторяйте этого дома дисклеймер не финансовый совет вообще лучше в плечом не торгуйте я вам всегда говорил лучше спокойненько на споте добирайте каждое падение все те кто сейчас сидят на споте и ржут над нами маржинальщиком что они тупо тупо добирают всю дорогу но теперь смотрите отдаляемся и понимаем что на самом деле все не так уж плохо потому что во первых мы с вами находимся внутри падающего клина у нас тут есть желтые точки наши любимые мы сильно ниже них не ушли еще вот первая вот вторая и мы сейчас наблюдаем ложный прокол из этого падающего клина вниз типа как вот здесь вот был и после этого мы все знаем что к чему идут эти падающие клины или клини как правильно вот у нас тоже был ложный прокол здесь посмотрите вот здесь был ложный прокол но в итоге мы что после этого сделали сильно улетели наверх поэтому я все еще придерживаюсь плана, опять же вот наши были желтые точки, просто посмотрите на историю, как они отрабатывают, вот желтые точки вот мы выстреливаем наверх, вот желтые точки вот мы рисуем дно, и я уверен практически что выстрелим наверх, потому что умные люди сейчас покупают, потом, что мы можем видеть еще, что вот в этой вот зоне, смотрите похоже, что крупный игрок накапливал позицию, потому что мы достаточно долго там тусовались, в этой зоне и мы сейчас прокололи ее ниже, то есть это больше всего похоже на long squeeze, то есть на отжим ликвидности перед полетом, то есть это трамплин волатильности это та самая волатильность X10 о которой я вас предупреждал на моем канале уже полгода назад еще, если вы помните никто не верил в то, что мы будем видеть в день движение там на 10 тысяч долларов по биткоину а это ничего для него такого, это там 15% его цены, когда он был на хаях поэтому вот она, волатильность X10 свечки туда-сюда, очень большие как бы стремно, конечно, капец, мне самому было страшно, но индекс страха и жадности посмотрите у нас на очень низких отметках, то есть неумолимо нас ждет сильный отскок, опять же по TRDR I.O. мы видим, что у нас здесь очень сильный покупатель собрался вплоть до 34 тысяч, ссылку на этот сервис если вам интересно, вы найдете внизу в описании видео, вот он, TRDR аналитика и графики, очень крутой сервис мы видим, что есть плотность покупателя, есть в стакане очень много заявок, по всем биржам, во всех стаканах очень много заявок на откуп по 35 и 34 с копейками 35-36 тысяч, вот эта зона должна удержать, как, собственно, и продавец вот здесь вот сильный давил, смотрите, да и мы уходили вниз, так и сильный покупатель все это падение откупает на самом деле, и продавца практически нету посмотрите, то есть даже если здесь у нас был сильный покупатель, тем не менее здесь был продавец сейчас продавца практически нету по всем биржам, а локально, что мы видим что сейчас больше народу шортит это хорошо, на 5 минутках больше народу шортит, на часовике больше народу шортит, ну, нет на часовике 50-50, за сутки чуть-чуть больше народу шортит, это очень хорошо. Да, это значит, что фандинг разворачивается в сторону лонгистов. Короче говоря, сейчас уже абсолютно точно лонг. Тем более, мой вчерашний видос, если вы помните, он назывался «Тузамун уже близко». Я как бы вам намекал, что «Тузамун вот-вот начнется». И вот, я думаю, что теперь «Тузамун еще ближе», ребятушки. Я все еще жду биток наверх. Всех уже практически вытряхнули, кого могли. Но, конечно же, наверное, я должен вас предупредить на обратной стороне медали, что мы можем упасть еще гораздо ниже. И мы с вами говорили об этом в предыдущих видосах, что у нас вот этот ультимативный уровень поддержки предыдущего сопротивления, вот он сейчас пробит. Но, смотрите, телом свечи мы, кстати, ниже не закрепились. У нас пока только тень. То есть, если сейчас нас откупают бодренько, и мы возвращаемся, то все окей. Перевернутые головой и плечи, и погнали. Если же мы падаем ниже, то, в принципе, следующий сильный уровень поддержки, как бы мне не прискорбно было вас расстраивать, но это 30 тысяч, если не 29. И вариант туда спуститься, конечно же, есть. И даже вариант там накопиться чуть выше и улететь наверх все равно есть. То есть, медвежий рынок официально у нас будет только, если мы пробьемся ниже и закрепимся ниже. Вот. Я в это не верю, но это может произойти, естественно, потому что это крипторынок, детка. Здесь может все, что угодно произойти. Плюс мы видим, как льют фонду, но при этом отскакивают драгметаллы, ребята. Поэтому следите за вот этой трендовой. Смотрите, мы сейчас от нее отбились, как от сопротивления. Это хреновый знак. Для быков что нам нужно? Это вернуться опять наверх и закрепиться над ней, как над поддержкой. И, естественно, переписать all-time high. Это уж для окончательного подтверждения Туземуна. Ну, а пока, естественно, мы видим, как льется фонда. Ребята, у фонды тоже обязательно будет сильный отскок в какой-то момент, даже если мы в медвежке. На этом отскоке, скорее всего, отскочит и крипта. Сильно льется NASDAQ. В общем, стрёмная история. С другой же стороны, мы видим, что нефть растет. Мы видим, что золото тоже хорошо себя чувствует. И серебро отскакивать начало. Поэтому, знаете что? Все-таки я бы здесь крипту больше, конечно, сравнивал с драгметаллами, чем с акциями компаний, у которых медвежьего рынка-то даже не было ни разу. Я вам напоминаю, что за всю историю биткоина у фондового рынка не было медвежьего рынка в принципе еще ни разу. То есть, я жду обратной раскорреляции фонды и крипты. Я жду уже давно медвежий рынок по фонде. Отсюда ли или чуть выше и потом туда. При этом бычий рынок по крипте и по драгметаллам. Это лишь мои ожидания, ребята. Как всегда, дисклеймер не финансовый совет, потому что, сами видите, за моими сигналами в последнее время нужно было следовать наоборот, чтобы быть в профите. Но это только в моменте. Помните, что в моменте побеждают шортисты. Всегда. В моменте в короткую можно заработать в шорт. Но в длинную всегда побеждает лонг. Поэтому поговорим с вами позже. Биткоин-доминация, конечно, рисует W-шечку, что не очень хорошо для альткоинов в моменте. Но это пока ни о чем не говорит, потому что она и вот здесь рисовала W-шечку, и вот здесь тоже. Поэтому это все может еще слиться только в путь. И не забудьте, что хранить крипту на надежных кошелечках, ссылки на которые вы найдете в описании. Exodus, Ledger, Trust Wallet. Обязательно проверяйте, чтобы это были не фишинговые приложения. Никому не палите свои seed-фразы. И если вы надумаете сейчас резко бежать из крипты и выводить ее в фиат, вот есть хорошие рабочие обменнички. FastChange и CryptoExchange. Ссылки в описании. Но я бы на нашем месте наоборот лучше, пока дают, покупал крипту и складывал на холодные кошелечки, вдолгую, держал ее, как говорится, детям и внукам. Все ссылочки полезные в описании. Все индикаторы, полезные метрики, видосы и все остальное. Вот что еще могу вам сказать, что меня единственное насторожил эфирчик. Вот я сделал наложение графика эфир на недельном таймфрейме и дэш на дневном. Посмотрите, какой похожий паттерн. У нас тут есть тройная повышающаяся вершина, которая по всем признакам бычий тренд. Как было вот здесь, на дэше. Хоть это и дневной, а там недельный. Все равно. Посмотрите-ка. Я просто сидел и думал о том, что эфир очень сильно перекупленный. Он уже выдал там 40 иксов или даже больше в этом сезоне, да? Ну, если с корону дам почитать, то еще больше. И я подумал, что, блин, а что, если эфир сейчас уйдет в медвежку? То есть, пока он как бы отбивается от сетки, да? Как и Даш вот тут отбивался. Но если он сейчас пробьет сетку вниз и уйдет в медвежку, то там мы можем увидеть эфир, ребята, и по 800 баксов. И это будет, конечно, стрёмно. Это я немножко вас покошмарю. Ну, а по дэшу, наоборот, мы видим, что ему уже и падать-то некуда. Вот у него была желтая точка там, где он сейчас на уровне 100 баксов. То есть, в принципе, дэш лежит на своем дне. Это удивительно, конечно, что он так долго там лежит. Это просто подарок какой-то. Так что дэш к эфиру все еще, на мой взгляд, очень-очень оправданная ставка, если можно так сказать. Как и лайткоин к эфиру, который, кстати, зашевелился. Обратите внимание. Лайткоин к эфиру и дэш к эфиру это просто замечательные сейчас буквально подарки судьбы, на мой сугубо субъективный взгляд. А так, друзья мои, на стороне бычьего рынка все еще у нас с вами такие альткоины, как Матик. Посмотрите. Я вам, кстати, буквально пару видео назад говорил о том, что Матик может очень сильно дипануть внутри дня. Что он сейчас и делает. Посмотрите, по Матику мы видим сильную коррекцию с выносом всех, кто тут лонганул. Но это на недельном таймфрейме ни хрена не меняет бычью разволновку. Посмотрите, вот у нас есть повышающиеся пики и минимумы, и мы отбиваемся от сетки MA Ribbon. Может Матик уйти еще в более серьезную коррекцию? Может. Может даже сделать вот так вот. Тоже может. И уйти в медвежий тренд локально. Но в целом, вот то, что они так растут, мне это дает уверенности в том, что рынок еще не закончен, и все будет хорошо. Поэтому, не знаю, как вам, напишите внизу в комментариях. Торгуйте осторожно, пожалуйста. Соблюдайте риск fucking management. Не влетайте на всю котлету, потому что я очень переживаю за вас. Многие, кто здесь приходит, смотрит меня, понимают буквально, что думают «О, все, to the moon, стою на всю котлету». Нет, конечно же, ребят, я вас предупреждал. Если помните, мы с вами рисовали план двойного дна с медвежьей ловушкой, который сейчас и происходит. Да, можно считать, что вот это было дно, и я уверен практически, что даже здесь накопленные позиции все равно выйдут в плюс очень скоро. Но также можно считать, что вот это было дно уже. И, конечно, кто-то считал, что уже вот это медвежья ловушка. Но, по сути, вот это все является гигантской медвежьей ловушкой. Да и если уж по чесноку говорить, ребят, то вот это все реально является гигантской медвежьей ловушкой. И вы это прекрасно поймете через время, когда это все станет просто прямой линией на графике. И мы с вами улетим очень-очень высоко по биткоину. Вот такие вот дела. С вами был Гринч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пожалуйста, торгуйте аккуратно, соблюдайте риск менеджмент. Иначе не на что будет торговать. Разминаемся, упражняемся и скоро увидимся. Всем профитролей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok